4 резервуара и насосная станция. Именно так выглядит водорегулирующий узел. Полтора месяца назад инициативная группа жилого комплекса Новогорск парк обратилась к главе городского округа с просьбой устранить перебои с водоснабжением. Решение было найдено строительство нового водорегулирующего узла. Я уверен, что жители оценят уже те изменения положительного характера, которые будут. Ну и, соответственно, мы с своей стороны также будем продолжать контролировать выполнение этих работ. При проектировании микрорайона застройщик допустил ошибку. Именно поэтому холодная вода медленно поступала на верхние этажи. За спиной находится резервуар чистой воды, сделанная из стеклопластика, общей емкостью 200 кубических метров. Это 200 тысяч литров. И вот как раз в моменты максимального разбора вода из этих резервуаров будет поступать жителям, что как бы решит проблему с недостаточным давлением. На следующей неделе планируется пробный запуск и промывка системы. Завершить полностью все работы, включая благоустройство, планируется до конца июля. Когда наполним в обязательном порядке, сделаем и пробы воды, и всего анализа, чтобы у нас было заключение Роспотребнадзора, чтобы мы тоже были спокойны. На время строительства нового водорегулирующего узла специалисты подключили жилой комплекс к резервной подаче воды. Сейчас напрямую подключили к пансионату, вот мы получаем воду в достаточном количестве. Теперь вот нам поставили вот эти бойлеры или как это все правильно, вот эти системы водоснабжения. Как только они будут готовы к эксплуатации, нас переключат на них и мы по-прежнему будем с водой. После завершения строительства резервуары закроют землей, высадят траву и кустарники, а также поставят соответствующие знаки. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ.